Друзья, горе в семье. Вы помните слухи про десяточку? Там говорят, отменяются и ордена, и у нас опять становятся моно-кодексы. Тебе просто ХСМ, просто маринички лояльные. Нам. И я, как человек, который это уже видел, в пятерке, например. Собственно, я начинал с этого, когда у тебя есть кодекс. Там вроде рассказывают про какие-то легионы, которые отправились в очко ужаса. Но они все уже давно развалились, братан. Собирай вот эти вот ренегейт какие-то банды. Да просто оборванцы какие-то бегают. Вот есть легионы у лояльных спейс-маринов, но они тоже уже давно развалились. Там чаптеры. Собирай какой-то чаптер, чувак. И ты сидишь такой, ну, в целом, конечно, прикольно. Но вот если я хочу играть бэковыми ночниками, то я как бы только как персонаж мема могу выступать. Потому что правил про них никаких нет. Потому что на тобой смеяться будут. Да, и будут на ноги просто ржать. Но в какой-то момент, я не помню, семерка, по-моему, была. В конце легионы, да. Трейтерс Хейт, вся фигня. И ты такой, о, а что так можно было? Охренеть. Возвращаются времена, когда у нас есть правила на отдельные легионы. И это было, в принципе, поддержано в следующих редакциях. И сейчас у нас есть возможность взять своих любимых ночников, покрасить их прямо красиво, выйти и использовать правила. Да, они даже как бы неплохие в девятке там, в целом, рабочие. Не то, что восьмерки были. И я играл с таким человеком, и это прям удовольствие и ему, и мне. Я вот вижу нормальных ночников, которые играют по своим правилам, и это кайф. А если вдруг опять этого не будет, и у тебя миньки уже как бы покрашены под свой регион, а ты играешь общими правилами. Руки-то опускаются. А я хочу сказать просто, тут одна такая фраза, что первый раз, что ли? Ну, типа, я даже, ну, как бы, я ничего не надеюсь, ничего не жду, но не знаю. Но у нас, мы уже проходили, это начиная с семерки, мы в восьмерку вошли в таком состоянии. Потом, как бы, вроде все дали. Потом девятка у нас, когда все, ну, не то, чтобы все сломалось, но, типа, тем не менее, как-то перекажешь. Потому что потом все равно дали кодексы, типа, новые, что маром, что этим. То же самое, ну, ладно, маром, скорее, маром ноги плачут, то, что их в один кодекс сунули вместо соплаев куча. Хотя соплаи остались так-то. Ну, вот, ну, то есть, типа, тут, скорее, проблема в том, что ты специально, вот это всего, то, что у тебя сейчас есть, кармии твоей, если ты там ночников своих любишь, у тебя есть, там, типа, куча, там, какие-то стратегии, артефакты, там, еще, ну, ладно, не так уж какая уж куча, но есть. Ну, есть, да. Блин, хотя и смешно, что у многих вот этих вот фракций и саб-фракций сейчас правил больше, чем у Мирожоров. Дельная фракция. Но, типа, этого не будет. Ну, типа, этого не будет в таком количестве точно, да. Вот. И, ну, типа, плохо, да, но справедливости ради там, как бы, в целом-то всего будет мало. Типа, плохо ли это? Ну, типа, на выходе восьмерки-то правил было меньше тоже, в любом случае, чем было в семерке. Было ли в этом главная какая-то проблема там восьмерки? Да нет, ну, все-таки по-хорошему. Ну, меня это лично демотивирует. То есть, мне космодесант лояльный не нравится. Ну, мне нравится новый модельный ряд. Он, как бы, действительно, это, как бы, новый шаг. Да, что это вообще топчик просто. Когда они стали делать приморисов, и рядышком стоит карланчик, и карланчик, вот эти все маленькие высохшие семинки, такие, уже, конечно, смешно. А прям приморисы были, мое почтение. Это, типа, те спейсмарины, за которые хочется играть. Очевидно, у хаоса этого не будет. Да, новые наборы чем-то похожи, но все равно это такой, типа, под шумок. Те же самые, как были парни, просто они чуть больше стали, да, там, и красивее такие, типа, как бы, в качалку походили. Но я готов собирать какой-то отдельный орден, который, значит, мне плюс-минус, там, симпатичен. В данном случае с ламандрой, вы знаете, короче. Вот, ребята, без упрека какого-либо, идут вперед, всех сжигают из огнеметов в мель, там, за своего примарха. Послушал бы их космодесантников на стриме «Последний Денис». Я перекрестился такой. У меня прямая противоположность Денисовским с ламандром. Да, и мне именно, вот, не знаю, я реально тоже как персонаж из какого-то анекдота, который играет за какой-то свой вот этот любимый орден из лора, и у него там хорошие правила, плохие, вообще по барабану, главное, что твои. Ты такой, я с ламандр, я Игдори Первый Ампы. Теперь, наконец-то, это тоже работает, ничего себе. И такой, а, если, знаешь, это работает еще в том формате, что, короче, прибежали какие-то еретики, такие, а у нас у терминаторов огнеметы, лет-то Galaxy Burn. Я такой, ха, ты пытаешься сжечь ламандр из огнеметов? Ты серьезно? Ноль потерь. Он всю партию меня жег, ноль, сука, потерь. Ладно. Там как раз тяжелый огнемет с первого АП, я такой, ну, вообще по барабану, я кидаю свои сливы. И, несмотря на то, что, как бы, правила нет, что тебя огнеметы же не жгут, да, но ты все равно такой, типа, вот у меня это лорная составляющая. И если вдруг мне говорят, ну, типа, красавчик, молодец, значит, но мы тебя оставляем, не зная страха и не зная траха, а также, как бы, вот у тебя там есть этот герой именной Агароксаба... Агатон. Агатон, вот, можешь взять его. У него какие-то правила. Как мы знаем, обычно у минных... И никогда его не видели, как бы, кроме как в химках. Вот такого уровня всегда. Да я не знаю, почему нельзя сделать нормального именного персонального. Он, может быть, даже что-то будет там, не знаю, давать супер лорное. Но это возвращение... Орное, да. Орное, да. Ну, знаешь, типа, я вот, ну, как бы, понятно, мы с тобой в разных здесь полюсах находимся, то, что я, как бы, ну, я могу себе позволить своими марами играть, типа, кем угодно. И мне, типа, в принципе, мне устраивает все, причем, не только, как бы, лояльный мне это... А мы все вышли из этого циничного детства. И хаоситы, типа, и, типа, хаоситами, и лоялистами, всеми могу играть ими. И тут, как бы, у меня возникает вопрос, ну, типа, в попу или в нос, ну, типа, а на кой, вот, типа, себя так ограничивать? Ну, то есть, типа, я не, и вот я знаю, кто-то найдется, и ты хочешь играть разными марами, потому что повер, типа, да, в жопу иди, короче, это раз. Вот. А во-вторых, типа, это просто разнообразие. Ну, вот, типа, банально будет, вот, мало, малое количество фракций, да, сейчас, типа, точнее, мало фракционных правил. И сейчас ты можешь, вот, в момент еще девятки, ты можешь взять каких-нибудь, например, маров, по такой чаптеру поводить, там, да, типа, но в этом же чаптере внутри ты можешь взять, там, такой-то артефакт, такой-то, Warlord Trade. Ну, все говно, конечно, по большей части, но, тем не менее, ты можешь, как бы, у тебя вариативность есть, там у тебя ее не будет, но у тебя есть вариативность в другом формате, ну, другой чаптер возьми. Ну, понятно, аграк с игротом не влезет, типа, в другой чаптер, ну, зато там правила будут какие-то другие, типа, ты по-другим поводишь. Не его ради повера, опять же, ради интереса просто, вот. Ну, да, когда, кто не знает, кто собирает одну армию и не в курсе, как, ну, бывает, когда ты что-то другое берешь, это всегда новый опыт, это интересно. Ты такой, типа, ага, вот так можно, а здесь у меня такой артефакт, а я никогда такого не использовал, а вот спецправил у меня таких нет, а вдруг я их могу использовать, вот, интересно, как это играет. А не в том смысле, что сегодня ультраши порят, поэтому вот эти парни у меня в зеленом, они ультраши сегодня, а завтра какие-нибудь хан там, кумыс умывается. Вот эти зеленые мои теперь оказываются белые парни. Ну, я из примеров могу привести, вот, как раз, когда еще была восьмерка и выходили эти трейтер-легионы, опять же, все там расширенные правила, я, например, пробовал играть за как раз тех же ночников. То есть, они абсолютно были не паверные, это просто было, типа, ну, у них просто абсолютно упоротые механики были смешные, из которых просто было весело играть, типа. Слабо, но весело, типа, потому что, там, они могли, там, не давать противнику отступать, там, заставлять, там, их, там, бежать, там, не давать, там, активировать ауры, короче, куча всяких, там, типа, просто сидеть и срать, такие мерзкие ублюдки, которые ничего не делают, но просто срут противнику. Вот, а то же самое можно делать, ну, типа, зачем себя ограничить в этом плане, то есть, типа... А это интересно, это тоже свой уровень интересного, ну, то есть, смотри, у меня есть уже армия, которая безграничная, типа, ХСМ, я могу играть, там, я в своей покраске, я могу играть любым чаптером, там, любой бандой, но мне, вот, как бы, просто взять, например, я отлично понимаю, почему ты взял, типа, универсальных спейсмаринов в своей эстетике, полностью понимаю, но вот лично мне, вот, как человеку, который долго собирал, непонятно, какое-то это самое, всё подряд, как именно задача хоббийная, и, вот, мой путь в хобби, это именно взять какой-то отдельный чаптер и, вот, им заниматься, понимаешь, это для меня интереснее, просто маринов каких-то собирать, мне, вот, скучно, например, какой-то просто с Мариной. Не, ну, смотри, вот, ты собираешь их, собираешься, ты, в первую очередь, от чего отличается, это визуал, да, вот, у тебя саламандры, салам... Ну, ладно, у тебя не саламандры, да, ну, типа, окей, саламандры, вот, типа, под них стилистика идёт, типа, но, вот, типа, ещё раз, а в чём здесь правило, вот, типа, чем у тебя здесь правило отличается, вот, типа, вот, скорее, вот, ты хотел бы играть за саламандр, саламандры, у тебя есть, чем они, вот, как бы, в бэке славятся, да, ну, типа, такие, там, стойкие ребята, вот это всё, но, знаешь, типа, ты смотришь сейчас на правила, и хорошо ли правила саламандр отображают бэк саламандр, а по мне, не очень. По мне, правила Дарк Ангелов или каких-нибудь Железных Рук лучше отображают правила Саламандр. Банально. Это буквально больше похоже на их Чаптер, чем похоже у этих. И я бы сказал, что используй их тогда. Потому что они банально просто больше подходят тебе сейчас. Это такая ограниченность, при том, что как человек, который когда-то проходил, например, второй Дарк Соллс, используя только один лук и не используя вообще ничего другого из оружия. Я, конечно, понимаю, есть этот кек. Но это кек, когда ты преисполнен во фракции настолько, что тебе уже просто скучно. Ты ищешь какой-то себе челлендж дополнительный. Даже не челлендж, а просто какую-то изюминку такую. Сейчас что-нибудь какое-нибудь хреновину придумаю и буду по ней делать. Когда ты понимаешь, как я стал, у меня есть идея сделать вот эти чисто монокрутные. Ненавижу Крутов, как бы сраных, но тем не менее монокрутская вот эта фигня без единого Таусита. Ростер, людям показать. Кстати, меня уже хватает для этого модели давно, но не важно. Это вот такой своеобразный челюсть. Никакого не имеет смысла, но он имеет смысл в том плане еще, что за Тау у меня космический наигрыш и Тау у меня есть весь модельный ряд. И все, я уже могу что-то с ними творить. А, например, тебе с Марами, зачем тебе это ограничение, когда ты свою фракцию еще не прочувствовал? Ты начинаешь уже сразу же с ограничений в том месте, где, наоборот, тебе бы вообще в целом бы получить представление о своей фракции. Может быть, это бы работало, если бы я в принципе в хобби был новичком. И то не факт, потому что для новичка самоограничение тоже хорошее, будь не запутан, сразу не растворится. Для меня, именно как человек, который уже пропробовал все это, именно задачи уже должны быть какие-то такие. Ну, то есть, это как вот кофейная у меня тема. В целом, кофеин вокруг миллион. Я могу зайти в любую кофе попить. В чем смысл? Ну, выпил чашку кофе. Не то, что прям от кофе я сильно кайфую. Но я себе это сделал. А я хочу новый стаканчик каждый раз получать в коллекцию. И это уже какой-то перформанс. Мы приезжаем в город и ищем кофейню. Там не просто по этому городу ходим. Типа город какой-то. Нет, там нужно найти кофейню, где есть стаканчики, и туда зайти. Это как бы сразу тебе формирует какой-то вот нарратив твой новый, который так бы не существовал. То есть, человек, он именно самоограничением для себя что-то создаёт какую-то структуру. Это вообще важно всегда иметь структуру. То есть, мы... Полный хаос, который вокруг нас происходит. Вся литература построена на этом. Чтобы привести его в какую-то структуру. Вот у нас внешне всё непонятно что, но вот в книжке хотя бы каждое действие имеет значение, из чего-то выходит. Вот и в этом плане тоже я такой... Ну, собираясь всех маров, во-первых, как бы тогда у тебя получается чётко, ты должен прям всю армию собирать, все миниатюры, чтобы тебя, ну, как максить по твоей системе. Мне эта цель неинтересна. Мне неинтересны все миниатюры у маров. Ну, ты можешь не все. Ну, это тоже понятно, но ты как раз... Миш, не все. Какие не все? А тут как бы вот тебя... С чего? Или тебе не хватает внутренней мотивации, если вокруг тебя вот этот хаос, ты не можешь как бы без ограничений смотивировать... Ну, мне просто скучно. Ну, типа окей. Знаешь, смотри, я купил последние какие-нибудь наборы, два. Агрессоров. С огнемётами хочу их сделать. Почему? Потому что с Саламандр играю. И... Да и купил бы я бы этих агрессоров? Нет. Не знаю. Хрен. Вот, то есть, как бы моя идея уже показывает мне, куда мне идти. Чего мне брать? Типа, чтобы мне было интересно. Мне кажется, знаешь, что, возможно, почему у нас отличие в этом понимании, потому что меня здесь больше преследует... Ну, то есть, типа, у тебя идея в том, чтобы собирать именно вот, типа, Саламандр, Саламандр, и с ними связанное, да? Типа, у меня идея не то, что собирать, типа, всех маров. У меня идея собирать то, что мне нравится. И вот, например, почему я агрессоров себе сейчас не покупаю? У меня, в принципе, в Приморисе модель кучу куплено сейчас, но, например, не покупаю агрессоров. Мне не нравятся модели. Мне не нравятся модели, я просто не покупаю, и всё. Мне не хочется их использовать. Типа, вот, как новые ракетчики, эти тоже ублюдки, я их не буду покупать, ни при каких обстоятельствах. Не важно, как они будут совпадать, там, с моим вот этим, вот эта, типа, фигня, это для меня вторично. Вот, например, Блэйд Горды, мне нравится, как выглядит, и Блэйд Гордов, у меня ведро там, типа, надо их только пособирать. Вот, например, ну, потому что мужики с щитами, с мячами таких сходят, а агрессоры с этими гидроцефальными руками, ну, как уроды смотрятся, поэтому я не хочу их. Вот. Возможно, Денис, возможно, тебе стоит задуматься, знаешь, о чём? Почему ограничения делают, почему свобода не даёт тебе, как бы, этого, успокоения, типа, почему тебе нужны ограничения? Нет, ну, ты любишь переворачивать сразу вопрос к человеку, типа, что тебе что мешает? Мне ничего не мешает, на самом деле, я в любой момент могу типа, всё взять, но будет ли мне интересно это? Ну, а мне, ну, почему тебе интересно? Проблема ли для меня? Да нет. Для меня проблема наоборот, что ГВ пытается убрать от меня ту штуку, которую я нащупал на 10-м или каком, 11-м году хобби для себя. Я такая, типа, братан, что-то мы там переборщили, слишком много правил, за ними нужно следить. У них же в даже мета-отче кодексы показываются. Они не показывают, что вот в этом кодексе конкретно этот чаптер там играет, да, у него винрейт 60. Конкретные показаны, кстати. спейсмарин показывают. А эти только книжки отдельные. Серьезно? Бладу уже отдельный кодекс условно. Нет, уже нет. Уже же нет. Ну, не саплимент. Ну, так как и у Саламандр твоих. Они в одинаковом стаусе на самом деле сейчас находятся. Справедливо. У них, конечно, более новый саплимент, но, тем не менее, пока что есть саплимент у всех марок. Просто у кого-то древний говеный, как бы, да, у кого-то новый более-менее. Хорошо, за ХСМ-то они не показывают какой-то конкретный чаптер может играть. Легион, извините. Да, может, но... Я к тому, что, короче, типа они смотрят на свою статистику, на баланс в рамках кодексов отдельных, а не в рамках подкорок. Ну, знаешь, тут бы мне и хотелось, конечно, выступать адвокатом дьявола и оправдывать ГВ, как бы, последнее паскудное дело, да, но тут я могу сказать, типа, ну, это издержки того, что ГВ идет к тому, что ну, как бы, к сожалению или нет, тут каждому решают для себя, но так как оно в том числе начало продвигать игру типа как компетитив, вот именно прям направленно, они пытаются сделать то, что, ну, типа, соответствует любой компетитив игре, что настольный, что особенно любой не настольный, в смысле, компьютерный, да, это отсутствие застоя, чтобы у тебя был постоянный апдейт, чтобы у тебя в игре игра не вставила на месте, чтобы игроки, которые находятся в этом все время, чтобы они чувствовали, что постоянно идет какое-то движение, что ты не то, что ты сидишь и стагнируешь, типа, что у тебя одно и то же, а вот все время у тебя что-то новое, что-то новое, что-то новое, что-то новое, что-то новое, и просто вот этот отбор вот этих правил, это просто новый виток вот этого, то есть, это как бы вполне себе логичный процесс типа этого происхождения, то есть, в теории, в теории, оно, конечно, могло быть построено а-ля по процессу, там, не знаю, сравнивать с кемтиграми, там, а-ля какие-нибудь там, типа, танки, либо там, лолец, там, или еще что-нибудь, типа, что, ну, условно бесконечное, да, то есть, что бесконечно развивается, 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 иногда какие-то серьезные там шаги, типа, ноут движка там делаются, еще что-то, но оно фактически остается в корне с тем то же самое, оно просто еще наворачивается, наворачивается, но, как показала практика, ГВ по этому пути идти не может, типа, оно не может, оно потому, что оно не может в одной из вещей, которая нужна таким системам, отсечения чего-то, они ничего не отсекают, они просто наворачивают, наворачивают, говна пирога, У ГВ, по сути, если я не знаю, почему прошли мне эти аналоги, ГВ больше в этом плане похоже на какую-нибудь колду. Ну, типа, то есть, вот тебе вышло новое, вот тебе оно существовало, вот ты же смотри, вот, типа, выходила, вот, типа, ты играл, например, в Modern Warfare первый, да? И вот играл, играл, фигарил, у тебя там скинцы были, может быть, может быть, даже у тебя был Денис Золотой Калаш, там ты получал за этот, за... По-моему, какой-то я докачал до золота, не помню, что, но, по-моему, докачал. Там сколько, тысячу хэддонов, что ли, надо было поставить, я забыл, там было, скины давали за хэдшоты, скины за хэдшоты давались, и как раз... Ну, кстати, можем напороться, возможно, это было уже в Black Ops, с золотой, да. Не, я помню, что... Не важно. Я помню, что у М4-й там не было золотого скина, там был голографический красный, по-моему, это самый последний скин, по-моему, полтора тысячи хэдшотов он, что ли, был. Вот я не помню, у Калаша, по-моему, был, мне кажется, золотой, а может, не было, да? Пишите, кто помнит, не знаю, зачем вам эта вообще информация. Вот, и как бы вышел Black Ops первый, да? И Black Ops... Вот, и у тебя же все отобрали фактически. Ну, типа, ну, хочешь играть в старое, хочешь играть в старое, либо вот играй в новое, но все заново. И то же самое здесь у тебя. Ты хочешь, играй в старое. Кто тебе запрещает играть по этим правилам в девятку, да? То же самое, что тебе запрещает играть в семерку, да? Вот, но хочешь играть в новое, типа, ты должен адаптироваться к новым правилам, которые сейчас существуют. То же самое, вот, типа, колда, пожалуйста. Хочешь, ты можешь сейчас играть в первый Modern Warfare, не про переиздание, я имею в виду, а вот тот старый, да? Да, какой-то, 2008-го года, там, да? Или 2007-го, вот. Или еще раньше он был. Вот. Можно в него играть, да? Главное, чтобы игроки были. Ну да, вот, видишь, то же самое, как и с этим. Главное, чтобы игроки были. То есть, ты можешь сейчас играть по правилам семерки-то, на самом деле. Кто тебе запретил? Главное, чтобы найти, с кем просто играть. То же самое, а также и с этим. Вот, типа, схожая система. Так как не смогли, а приедем, например, вот тот же вот лолец, который постоянно прогрессирует, да? Ты не можешь играть в старый лолец никак, типа, у тебя нет инструментарий, никакого для возможностей. То же самое, ГВФ, в принципе, могло бы сделать бесконечную систему, которая не требовалась бы кардинальной перетряски, которая бы заранее была бы запланирована, что ты можешь изменять отдельные элементы. Но сорокет, то есть, не таков, типа, невозможно это сделать, в принципе, физически сейчас. Ну, мне кажется, наверное, ладно, если, конечно, что-то там подумать, может быть, что-то можно там накуролесить, но по-хорошему, вот, типа, он не ложится в это. То есть, ты не можешь бесконечно поддерживать это. Как минимум, все равно бесконечное поддерживание приводило бы к чему? К тому, что у тебя отлетали бы части элементов, скорее всего, бы из системы. Вот, а это бы приводило к чему? Что ты, опять же, так же бы терял то, что тебе хотелось бы. Ну, типа, ты живешь саламандр, да? То есть, тут, на самом деле, проблема-то простая, что ты вовремя не поиграл за саламандр. Ну, то есть, типа, то, что ты во времена восьмерки, и вот, когда вышел еще с оплаймен, ты вот тогда мог начать играть за саламандр, и тогда бы ты, скорее, сейчас бы тебе было посрать, потому что ты уже преисполнился бы настолько, что ты уже бы наигрался, тебе было бы вообще пофигу. Вот, то есть, типа, ты просто не влетел в нужный момент. То есть, ну, другое дело, что это ваха, это не компуктерная игра, она более время и денежно затратная, и тяжело все пощупать. Ну, то есть, типа, если активно, ну, кто мало не понимает, да, вот, ну, там, сравнение, вот, пошла у нас аналогия, когда выходит колда, хотя, не знаю, ланды современные, сейчас не берусь вот и ждать, ну, по крайней мере, времена, когда я играл, да, ты за период времени, если ты активно играешь, ты полностью выдрачиваешь всю колду, ты попробовал все оружие, ты открыл все прокачки, ты открыл все скины, скорее всего, ну, ладно, не все скины, потому что, вероятно, там, ХДН повесил на все оружие, да, ну, то есть, ты, у меня, по крайней мере, вот, до времени, типа, например, тоже, там, второй Modern Warfare, вот, например, ну, у меня было все открыто в нем, кроме, опять же, скинов, потому что, типа, это бесконечно можно там их набивать, ну, вот, у тебя, типа, все открыто, выходит новое, и, как бы, ты опять, типа, вот, начинаешь это, в сорокете это тяжело сделать физически, потому что слишком большое, у тебя много фракций, у тебя много подфракций, типа, затрачить-то все, это надо, ну, каким-то, ну, просто по-хорошему, это надо миллиардером быть, просто, как минимум, потому что тебе нужно просто космическое количество денег, просто, чтобы содержать такое количество армии, типа, у тебя их не будет монархи. Хранить их шею где-то. Да, где-то хранить, это все дело, типа, я же не говорю про то, что тебе нужно забывать количеством беременек, каким-то сумасшедшим, чтобы все это, типа, опробовать, вот, и получается-то проблема просто в том, что ты нашел, видишь, что-то интересное для себя, но ты нашел его поздно, условно. Ну, я как Александр Рагулин, который, типа, ооо, Хорн Демон Кин, дайте две, накупил миник, там, что-то такой довольный, там, ради Хорна, выходит новая редакция, Хорн Демон Кин, пишет в ГВ ГВ такой, ну, как бы, вы можете играть за ХСМ, там, демонов взять, ну, в детач возьмите, классно будет. Ну, то есть, я считаю, что это, да, ты просто, как бы, не залетел вовремя. Не, ну, согласен, что, типа, в Вахе, все-таки, это не та игра, в которой, ты чуть-чуть что-то поиграл, дальше пошел, ты, типа, в Ваху влился, все, вот, ты собираешь, там, до конца жизни можешь этих Саламандр собирать, но они в какой-то момент могут являться Саламандрами, а в какой-то момент просто условными Спейсмаринами. Ну, да. Напоминаю, что, как бы, в той же пятерке кодекс Спейсмаринов, это, скорее, кодекс Ультрамаринов, потому что ты смотришь на это, а где, как бы, тут что-нибудь, потому что там и лор, как бы, в основном про этих парней, и героев там, я не знаю, сколько у них было все время. Ну, у них до сих пор больше всех. Да, бесконечное количество, то есть, у тех орденов по одному, герою, да, а у этих такой-сякой, пятый-десятый, там, в пределах пары рук точно было. Ну, ладно, дарки только, разве что еще у них много. Ну, это отдельный все-таки кодекс. Теперь нет. Хотя бы, я буду орать, если в девятке они их разделят опять. Просто, опять же, нет какой-то логики в этом. Вот они, то есть, изначально это было в одной книге, но было, там расписывали как-то все-таки типа эти пацаны. Ну, ты задумайся, нет, на самом деле, логики здесь нет, не в этом. Логика здесь, логика в том, что у тебя, смотри, то, что у тебя правила обнуляются, типа, ну, это просто естественный процесс. То, что сами по себе объединение произошло маро в кучу всех, тоже, на самом деле, сам по себе не является чем-то, ну, сделали и сделали, как бы, да. Странным здесь, скорее, является то, что, как бы, с одной стороны, Сэм, которых раскидывает постепенно по разным книжкам, а с другой стороны, Мары, которых почти скукожили. Вот это вот, типа, странно, потому что здесь нет какой-то единой какой-то мысли, вот, типа, зачем это было сделано. Но это, скорее, вопрос, типа, ХСМ, потому что ХСМ на этом фоне выделяются. Ну, опять же, у Маров в этом плане и проще, и хуже одновременно, потому что, если, например, ты космонесатник хаоса, undivided, то ты, как бы, ну, типа, космонесатник хаоса, undivided. А если ты вдруг плагмарин, то ты уже плагмарин, у тебя там мига другая абсолютно, да? И ты не сможешь сказать в какой-то момент, ну, типа, это одно и то же. Ну, да. Эти ребята уже расползлись. Там, типа, тысячники, это уже тысячники, там, ворбири, вирбири. А у Спейсмарин, ну, типа, они просто цвет доспеха. Не, ну, смотри, на самом деле, просто здесь не такая терминальная стадия. То есть, мы берем вот те же, например, плагмаринов, да? Сами по себе, но это другой кодекс уже, по сути, да? Но сами плагмарины остались все еще в кодекс Хэн. Ты можешь, у тебя есть такая, знаешь, мостик, типа, между ними. Ну, это один отряд. Вот. И у маров, у них же есть такое, что, типа, Даркангелы, да? И у них есть свои специальные юниты, у них свои терминаторы, свои, там, байкеры. Ну, у всех, у кого-то, как бы, понятное дело, больше у кого-то их нету, Ну, это характер ограничен. Но это просто это в меньшем масштабе существует. Вот, типа, это разбивка. Но, с другой стороны, вопрос, типа, почему одним больше, другим меньше, хрен его знает. Я даже не знаю, что, ну, типа, то есть, задумайся, а являются ли, например, те же Даркангелы более популярными, потому что они существовали как отдельный кодекс? Типа, или потому что они вот такие вот уникальные Даркангелы, в смысле, там, по лору, может быть, большой шанс, что потому что именно они отдельно были в кодексе, поэтому люди за них больше играли. Или волки, например, тоже, которые являются достаточно популярными, да? Или ультраши, которые являются популярными. Являются ли популярными, потому что такие ультраши такие офигенные, или, может быть, потому что просто банально они показывали всем постоянно? Ну, вот смотрите, ультраши все-таки, ну да. Нет, ну это стопудово, во-первых. Они постер-боем постоянно были, и книжки, конечно же, влияют. Все пескнижные ордена, они представлены в гораздо более меньших форматах, количествах, чем все... Я прекрасно помню времена до шестерки и после, просто банально, когда в их вышел Dark Vengeance, количество Дарк Ангелов увеличивалось кратно просто. Вдвое, да. То есть, типа, а Дарк Ангелов были дважды, то есть, они две редакции были в стартере, типа, это были и шестерка, и семерка, при этом еще и у Дарк Ангелов, в отличие от многих стартеров, где были, ну, типа Мары, и все, вот как, ну, как бы, вот восьмерке-девятке мы все это видели, и в пятерках, кстати, там же не было символики у них, по-моему, ну, точнее, это как бы показывали, понятно, но даже Миньки в шестой и седьмой редакции там были именно Дарк Ангеловские, там уже никак не покрутишься, типа, ну, можно было, конечно, срезать там все, но по сути, это были Дарк Ангелы, и сразу же количество Дарк Ангелов увеличилось просто огромное количество, ну, и до сих пор сохраняется, много еще очень людей, которые поэтому собирают Дарк Ангелов. На вторичке. На вторичке. Так количество Дарк Ангелов велико. Вот. Ну, согласен, система УГВ отсутствует только кроме того, что они правила перелопачивают, и надеются на то, что если, как бы, они не взяли курс на то, что они теперь будут сделать отдельные ордена, они просто в какой-то редакции сделали отдельные ордена, а как там дальше пойдет, и если кто-то подумал, что теперь можно надеяться, что мой орден будет всегда, то, как бы, shame on you. А я, честно говоря, думаю, что, ну, если ГВ не поменяет свою политику, так и будет как раз. Они будут всегда делать новые, будут делать ордена, банально, потому что, ну, хоть ГВ и упоротые часто, и вообще-то не просто, ну, не понимаешь, что у них с головой происходит, но зачастую получается так, что ты смотришь, и все-таки определенная логика есть, самые очевидные, например, те же Мары, которые, ну, это самая популярная фракция, именно Мары-Мары, в смысле мы не там не про Хаситов, а Мары просто. И банально, поэтому они же везде и суются, и апдейтов они в том числе получают больше. И, как бы, если кому-то будут выдавать сопламенты, конечно же, будут Мары, в первую очередь, типа, потому что, потому что Мары это Мары, больше просто людей будут их покупать, и все. То есть, в этом плане логика какая-то есть, но, правда, иногда ГВ может ломать, как будто кто-то знает. Ну, да, ну, то есть, с одной стороны, они попробовали с другой стороны, они такие, мы сворачиваем чаптеры, и ничего не помешает им в очередной раз их опять, там, не знаю, к 11-й редакции расширить. То есть, сначала индексы вышли, а потом уже, короче, в кодексе уже есть. Просто мы видели восьмерку-девятку, когда у тебя в восьмерке вся механика семерки нафиг на мороз, и, типа, мы максимально все упрощаем, на девятой редакции уже сидим просто все правилами обложенные, типа, в семерке было проще. Они такие, ладно, обнуляем, а потом такие, так, а что дальше делать? А дальше опять увеличиваем правила, количество правил, все чаптеры возвращаются. И ты, с одной стороны, будешь радоваться этому, соответственно, а с другой стороны, такой, типа, мы опять 10 тысяч того, что нужно помнить, и какой чаптер, и что. Ну да. Но, но, все же, я вот не знаю, с одной стороны, например, у тех же Друхарей это вообще другая система, если они упростят, например, настолько новый кодекс, что не будет деления на Вич-культы, коммунклов и прочих чуваков, и ты перестанешь, типа, заморачиваться, что ты не можешь взять себе в ростер Вич-культа Равайгер, блин, это плюс, тут я вообще ничего не могу сказать, и там, как бы, все, то есть, для некоторых ключевых, я бы сказал, кодексов, это, в принципе, важно, то есть, чаптеры у Спейс-Маринов, это прям важные куски, они действительно все разные, а вот в тех же Друхарей, что-то там, типа, Культ оф Страйф, что-то там, Пойсун-Тонг, я первый раз слышу, что они существуют, какие-то у них подфракции, и, очевидно, их придумали как раз потому, что они у остальных есть, нужно, типа, выпилить, а эти самые... чаптеры нужны, да, просто банально все. А у каких-нибудь механикус, вот эти там, планеты, типа Марс, ну, миры кузни, да. Сука, какая разница, типа, для кого-то это действительно не трагедия абсолютная, они даже не почувствуют никаких изменений, но вот есть пара кодексов, так сказать, в нашей вселенной, которые для этого болезненные несколько. И частично они стали разноситься, да, но смотри, у Space Marine все в сапплементах, да, это все еще специфика того, что минки все одинаковые, в сапплементы ушло. И сапплементы это не настолько серьезная штука, как отдельный все-таки кодекс у тех же плагмаринчиков, где прям все вообще по-другому. Но вот смотри, у многих марок как раз сейчас отобрали кодексы. БТшники вроде как обрадовались, наконец-то, и у них же был отдельный кодекс, их положили в общий кодекс, сказали, вы молодцы, пацаны, вот ваши герои здесь есть, мы их записали, но пока вы играете так. Потом, сколько лет прошло, и мы, я помню, все время иронизировали по этому поводу новостях, что вот БТшники бедные, наконец-то, вот этот кодекс возвращается с этим пухляшом, это уже про второй, да, с огнеметиком, красавчик такой, Михаил такой, Герман, пришли мне, пожалуйста. Но только, опять же, это не кодекс, это соплавие. Они все еще находятся в кодексе маров, ну и как и все мары, типа все, они скукожились. То есть, я не знаю, особой драмы я в этом не вижу, потому что все равно, ну типа, вот сейчас не будет, а потом будут, типа опять правила для маров, типа, является ли большой проблемой, но видишь, типа ты еще как бы не наигрался за них, а уже переживаешь, что тебе дают, да, отбирают точнее правила, да, да, возможно это существенно, но прикинь, ты бы начал в восьмерку собирать своих саламандр, прикинь бы, сейчас бы прошло бы 6 лет, бы ты сидел бы и дрочил своих саламандр, ты бы скорее всего такой, да ладно, ну и ладно, ну и что, что поменяется. Не спорю, может быть ты и прав, тут как бы хейно узнаешь. Это знаешь, это как, вот это что-то из разряда, ты знаешь, как ты залетел в какую-то ММОху, а ее закрывают через неделю, вот типа, вот условно, ты просто не успел поиграться, ты такой, типа, ну и для каких-то людей это там ностальгия, там все такое, а ты вообще для тебя это новинка, и ты такой, типа, верните мое, да, типа, я еще все не пощупал, вот это может быть, да, но как бы, ну типа, ты тратил свое время на что-то другое, было ли это плохо, ну зато ты, вот например, ДГ, например, ДГ ты с восьмерки начал собирать, вот не знал бы ты сейчас так будет ДГ. Хорошо, давай взглянем, кстати, со стороны ДГ, вот например, я типа 6 лет собирал ДГ, да, а сейчас вдруг они такие, это теперь обычные ситы, ну героев твоих добавим, не, ну если они ДГ, я вот такой, ну, что-то не очень интересно, если честно. Не, если они такой шаг сделать, если они буквально, ну просто, тоже, конечно, я понимаю, что игроки из-за маров может кто-то там сбугуртит, но типа мары, все-таки объединение маров в один кодекс легко прошло, мне кажется, ну потому что, опять же, да, у них теперь есть отдельные просто отряды, есть отдельные персонажи, но это одни мары, все-таки это мары и мары, да, а, ну ДГ буквально, они все это время разносили их, они дальше, дальше, дальше и дальше от ХСМ становились, и объединение их в один кодекс будет очень странным, ну то есть банально это будет еще и очень странным, потому что это будет очень огромный кодекс, типа, мы шутили, ну мары, это самый огромный кодекс, да, из всех ваховских, но тогда ХСМ будет просто, если все это в кучу сейчас хвалить, даже просто какой-то ужас, где у тебя будет там три примарха сразу же, ну типа, потому что у тебя сейчас вон, сколько на выходе, представляешь, это что будет, это такая каша. это мало реалистично, но я попробовал именно ощутить, вот как ты сказал, если бы ты долго собирал, я бы долго собирал, я бы не хотел, чтобы Девгард превратился в кусок кодекса ХСМ. Не, ну смотри, мне, по сути, вот мое мнение все равно, что если Девгард даже станет куском кодекса ХСМ, я не вижу особой проблемы до тех пор, пока ты можешь играть своими Девгардами. Вот я вижу проблему, когда ты не сможешь их использовать на полную, когда у тебя банально, вот тебе в игре обязательно по умолчанию, например, нужен хакушник, да, ну мы там так типа, а у тебя не будет Девгардных хаку вообще, вот типа совсем. Вот тогда я вижу тогда проблему, да, они перестанут просто быть таковыми. Типа в принципе похожие некоторые штуки были, я считаю, что это типа, ну плохо ГВ последовательно иногда осуществлять какие-то действия, типа а-ля, вот когда у тебя меняются компоновки отрядов. Понятное дело, зачастую нам это на руку, то что уменьшение когда количество, но тем не менее, вот например, у меня было в свое время, ну не в свое время, а вот сейчас у меня стоит, где-то около 25 снайпер-дронов ТАУ. А в игре сейчас можно использовать максимум 9. Нахрена вот это вот, мне вот эти модели сейчас теперь просто стоят и стоят. То же самое, есть прямо совсем терминальный случай, это эти, Бестынурго, которых раньше есть по 8 или по 9, сколько они набирались там в отряд. А сейчас типа нет, а сейчас 3. Как бы разница типа есть, огромная разница, типа, при том, что это еще и стоило раньше денег космических, потому что, ну когда они вышли, пластиковые, это одна модель, стоящая копейки, а при этом, ну, стоящая копейки в очках, а в деньгах стоящая до хрена. Если кто-то потратил, это тупо, потому что человек сидит, такой, а что я с этим делаю? Я никогда уже не использую это количество моделей, вот ни при каких обстоятельствах. То есть это не то, что я могу сейчас говорить про ХСМ, но у меня куча посестов, да, да, у меня ведро посестов, ладно, я их там, может быть, на ПОКе буду использовать, но такое количество моделей ты даже на ПОКе использовать не будешь. Тем более, еще когда у тебя компоновка меняется, те же, вот, у ТАУ были, что Форсайт Марксман это был отдельный юнит, дроны, которые, ну, вместе с ним считаются, но это был другой юнит, это два разных юнита, и, как бы, ты брал и тех, и тех, да, вот, и дронов мог набирать много, а теперь дронов мало, и это еще один юнит с Форсайтом, то есть даже если я буду хоть играть АПОК, я все равно не смогу их использовать, банально, потому что у меня нет столько Форсайт Марксу, у меня было их три, но у меня их осталось три, а дронов у меня ведро, типа, вот, это более, типа, серьезные проблемы, когда ты используешь что-то, ну, и, на самом деле, то же самое, перекидывание в легенды немножко спасло ситуацию в плане того, что хотя бы то, что у нас выходит из игры, оно попадает в легенды, да, ты не сможешь это использовать на каких-то серьезных там спортивных мероприятиях, но там где-то, например, на Спарке можешь использовать, да, легенды там, какой-нибудь в Курсейд будешь играть, можешь использовать легенды, еще что-нибудь можешь использовать легенды, но у нас опять пошли примеры того, что ГВ иногда сейчас пошло по пути того, что забивает болт на легенды, вот, типа, мы уже видели юниты, которые не попали в легенды, они просто выбыли из игры, типа, привет мутиляторы, Закачки, которые исчезли, буквально Модели до сих пор есть А закачек нет, ну типа эфирные С эквалайзерами, все, нету таких больше Эфирных, они есть только в единственном виде Эфирные с палкой и все, больше нет Типа вот этих эквалайзеров, но Как бы модели-то были, все А типа никаких легенда ГВ не заморачивается И с легендами мы привыкли Что легенды у нас тянутся, один раз там их обновили А что бы с легендами Вот десятки, никто об этом-то что-то Не задумывался, а что Вот типа будут ли вообще обновления для легенд Легенды у нас единожды пока что Только обновились, вот будут ли Еще раз ГВ обновлять легенды Либо вообще они, ну вот просто не будет Да, все, в лишающей редакции никаких легенд Никаких миник Они просто не существуют в принципе в природе Такое может быть вполне себе реалистичный сценарий Может быть ГВ что-то им моча ударит в голову А они решат не прорабатывать несколько листов С точки зрения логики Не вижу в этом никакого смысла это делать Потому что ну банально Так как от легенд так и написано Там у ГВ типа что Это такие не очень сбалансированные Не очень актуальные И все такое Юниты хотите использовать, хотите нет И вот там у Тау есть У меня легендных юнитов в принципе много И все они просто помойки Потому что они ну Типа они нормально не ложатся на их правила И в таком плане Типа когда тебе не требуется Никакого баланса, ничего Можно сделать такие легенды Кривые косые Пусть существуют А вот другого не сделает Типа не захочешь на 5 минут На составление нового статлайна потратить Типа и все И у тебя не будет ни какого-то юнита Вот это уже будет более существенно Типа у тебя вот отпадет И все и не может играть Не знаю там чем Но чем-то Вот у Маров мало все-таки достаточно легенд У них там чары Которые в основном попадали Которые всем пофиг на них Но у других фракций это больше Гораздо Я еще подумал Что мне важно Это как Идентичность Своя Я помнишь Очень расстраивался Когда обнаружил Что правило Feel no pain Не только есть У плагмаринчиков Ну и сука Какой-то там апотекарь раздает Вот ряду Мне казалось Что это вот Это эксклюзивное правило Которое описывает Вот именно Моих пацанов И я до сих пор Расстраиваюсь Типа у меня есть Дисгатлинг и резилин Сейчас Да Типа я могу Умельчать весь дэмэдж На один Всей армии Но какой-нибудь Стоящий вражеский Дредноут Который делает то же самое Я про меня смотрю Ах ты гей Такой проклятый Как ты мои правила Можешь использовать И вот эта Идентичность На уровне правил Своеобразие Сюда было важно Для меня Вот я так Для себя понял Это И когда меня Отнимают Говорят Что ты одинаковый Со всеми Я как-то расстраиваюсь Забавно другое Ты не задумывался О том Что как это странно Получается звучит Что с одной стороны Ты хочешь Уникальности Ты хочешь Быть уникальной Снежинкой За счет того Что ты Хочешь Свои правила Но при этом Ты собираешь Буквально Дженерик Маров Это как раз Делает тебя наоборот Наравне Как и все Это делаешь Просто Это у тебя Никак не конфликтует Или даже Не задумывался Ну Это вообще В целом Общая тема Для всего Человечества Всех вещей Ты хочешь быть Уникальным То есть То что ты Соньку купил У тебя его Уникальным Не сделало Но с какой-то стороны А с другой стороны Сделало Теперь Ты Сонебой А я там Сапоголюб Например Какой-нибудь Ну так оно Все и работает Ты к какой-то Группе Начинаешь С ней Идентифицировать Идентифицировать И Как бы Этим Достаточно Семь Ну я не Интифицирую Семь Уникальный Прям Уникальность Лежинка Это сложно Быть Это значит Ты типа Отброс общества Мы отброс Вах комьюнити Именно поэтому На свой путь И на что Не похожий И Это уже Скорее Отклонение Это не то Что ты хочешь Быть вообще Вне всех Рамок Вот я Вне всех Рамок И посмотрите Где я Теперь Ну нет Почему Если это Осознанный Процесс Вполне Смотри Я начинал Ваху Именно так Типа У меня там Свой какой-то Легион Хаоса Инквизиция Которая Типа Выпиливает Всех Лейлистов Народ Такой Типа Чего Мне Это было Важно Все Я в этом Наигрался Какой-то Свой Всератый Рол 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 Пойду Сегодня Рол Бахну Свой Лор Какой-то Всератый Ну Типа Я прошел Это 105 Теперь Мне хочется Поиграть В Всератый Лор От ГВ А Блин А Видишь Все Я Это Допонял Денис Ты Просто Сейчас Это Ты Как бы Кто-то Сейчас Я буду Опять доминировать Над Денисом Просто Тем Что Я Дольше Я Как бы Уже Это Прошел Ты Видишь Рано или Поздно Ты Придешь К какому-то Своему Осознанию Возможно Нет Это Просто Разные Пути Которые Вот так Вот Ходят Нет Придешь Нет Ты Будешь Там Если Все Одинаково Играли Ваху Это Была Другая Играть Да Тогда Люди Не ливали Из Вах Как минимум Скорее Тем Более Короче Друзья Как-то Такие У нас Мысли По поводу Всего Этого Вы Расстраиваетесь По поводу Того Что ИГВ Скорее Всего Выпилит Различия Орденов И Легионов В Следующих В Следующей Редакции Редакции Хотел сказать В кодексах Ну Не важно На самом деле Сначала Индексы Будут Посмотрим Что будет Или Вам Все равно Вы тоже Как Михаил Собираете Супер Гига Ультра Чуваков Которые Подходят Под любой Главное Какой день Сегодня В понедельник Они такие А у вторника Другие Какое мне настроение Да И Интересно По этому Поводу Мы просто Заморачиваемся Вам Все равно Нам Посрать Все Поэтому Комментарии Ваши Ждем Внизу Мы все Читаем На сегодня Это все Береги Тебя И Свои Менечки Пока Субтитры Субтитры